Открытый артериальный проток Открытый артериальный проток Так называют функционирующую патологию сообщения между ортой и легочным стволом, которое в норме должно обеспечивать эмбриональное кровообращение и подвергаться облитерации в первые часы после рождения. Причины возникновения Открытый артериальный проток обычно встречается у недоношенных детей и крайне редко у детей, рожденных в срок. Нередко у таких детей обнаруживаются врожденные аномалии развития желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Незвращение фитальной коммуникации у недоношенных в паснотальном периоде связано с синдромом дыхательных расстройств, асфиксией в родах, стойким метаболическим ацидозом, длительной оксигенотерапией, высокими концентрациями кислорода, избыточной инфузионной терапией. Симптомы Цианоз при сосании, крики, натуживании, дефицит массы тела, отставание в моторном развитии. Дети с открытым артериальным протоком склонны к частым заболеваниям бронхитами, пневмониями. При физической активности развивается одышка, утомляемость, тахикардия, неритмичность сердцебиения. Прогрессирование порока и ухудшение самочувствия может происходить в пубертатный период, после родов, в связи со значительными физическими перегрузками. При этом цианоз становится постоянным, что свидетельствует о развитии веноартериального сброса и нарастании сердечной недостаточности. Осложнениями открытого артериального протока могут служить бактериальный эндокардит, аневризма протока и ее разрыв. Средняя продолжительность жизни при естественном течении протока составляет 25 лет. Спонтанная облитерация и закрытие открытого артериального протока происходят крайне редко. Виды заболевания В естественном течении открытого артериального протока прослеживаются три стадии. Стадия первичной адаптации Характеризуется клинической манифестацией открытого артериального протока. Нередко сопровождается развитием критических состояний, которые в 20% случаев заканчиваются летальным исходом без своевременной кардиохирургической помощи. Стадия относительной компенсации Характеризуется развитием и длительным существованием гиперволемии малого круга, относительного стеноза левого атриовентрикулярного отверстия, систолической перегрузки правого желудочка. Стадия склеротических изменений легочных сосудов Дальнейшее естественное течение открытого артериального протока сопровождается перестройкой легочных капилляров и артериол с развитием в них необратимых склеротических изменений. На этой стадии клинические проявления открытого артериального протока постепенно вытесняются симптомами легочной гипертензии. Диагностика Диагностировать открытый артериальный проток помогают данные эхокардиографии, электрокардиографии, рентгенографии, ортографии, катетеризации сердца. Лечение порока хирургическое, включающее перевязку или пересечение открытого артериального протока с ушеванием ортального и легочного концов. Лечение Для недоношенных детей применяется консервативное введение открытого артериального протока. Оно предполагает введение ингибиторов синтеза простагландина с целью стимуляции самостоятельной облитерации протока. При отсутствии эффекта от трехкратного повторения медикаментозного курса у детей старше трех недель показано хирургическое закрытие протока. В детской кардиохирургии при открытом артериальном протоке используются открытые эндоваскулярные операции. Осложнение Профилактика Для уменьшения вероятности рождения ребенка с открытым артериальным протоком необходимо исключить всевозможные риск-факторы – курение, алкоголь, прием лекарственных препаратов, стрессы, контакты с инфекционными больными и прочими. Профилактика Продок��